Я жену себе найти хочу, потому что убираться не хочу, но её найти я не могу, потому что я работать не хочу. Есть. Всем привет, и сегодня у нас обзор на световую палку, светильник Godox LC500R Mini. И что-то там на китайском ещё. Вот так вот он выглядит. Тут оранжевым написано Godox. Я супер обзорщик, уже забыл все функции. Сегодня мы его обозрём и всё сделаем в лучшем виде. Порядёмся по характеристикам. Вот здесь вот сбоку есть значки. Всё тут по-китайском, ну в общем, в лучших традициях канала. RGB, это что такое? Ну в общем, RGB, три цвета или четыре. Дальше здесь он от 2500 до 8500 кельвинов. В общем, до 2500 до 8500 кельвинов. Греется и взрывается потом. Дальше здесь есть всякие эффекты, там мигалки. И в общем, съёмный аккумулятор можно снять и выкинуть, и он не будет работать. И ещё здесь есть приложение. Можно подключить его к телефону. И в общем, там на кнопки давить. Ни одного обзора на ютубе нету на русском языке. Есть какой-то там индус. Больше никого нету, в общем. Поэтому это очень актуально. Все подписываемся на канал. Как открыть-то её? В общем, мы открыли коробку. Ну как мы? Вы там что хотите, делайте. Вот такой вот чехольчик. Годекс. Чёрный с оранжевым. Ну, в принципе, стелёк. Пахнет он. Ну, понятно, что это всё с Китая. Я не шарю за годекс, но... Как бы, ну... Я чувствую. Чехол неудобный. Это не мои слова. Макулатурка. Ну, конечно, её прочитаем. Идём дальше. И самое интересное, это светильник. Ещё вот есть вот такой пакетик. Чудесный. Он очень нужен. И также я, конечно же, не забыл, что помимо самого устройства, вот здесь вот кармашек. Вот так вот, если показывать. Он открывается. На липучке. И здесь лежит шнур, чтобы его заряжать. Чтобы его заряжать. Он нам очень нужен. Там этот. Type-C. Вот так вот выглядит светильник. Здесь написано. Модель, год, выпуска, название. Всё есть. Также вот тут эта дырка, это вентилятор. Ну-ка, я шарю. И тут кнопки. В общем, сейчас будем разбираться. Чё к чему. Функционал. Здесь можно открыть шторки. Вот так вот. Они нужны для того, чтобы он вот так вот шёл. Ну, как-то, в общем. Можно с ними что-то делать. Можно их убрать. Закройся. Как их убирать? Вот здесь вот есть крепление. И если у вас есть ногти, я таким не обладаю. О! Вот оно из пазов выходит. И вот отсюда. Вот так вот. И всё. И вот он сам светильник. Он чё, работает что ли? Нет. В общем, вот так вот он выглядит. Он, ну, весит. Но если пакет молока весит килограмм, ну, тут пакетов два примера. Нет, он весит сколько-то там. 600 грамм, что ли? Ага. Ну, в общем, если мерить в пакетах, пол пакета молока. Это, да. Самая важная информация. Также, что ещё можно отсоединить? Вот здесь вот мы видим Type-C. Ну, это значит, что продвинутая. И вот так вот, вот и кнопка. Ну, как кнопка? Ну, её вниз опускаем. Чик. И всё. И теперь он работать уже не будет. Как поставить? Это непросто. Вот здесь вот есть белая точка. Вы, конечно, вряд ли её увидите. Но я там на монтаже как-нибудь постараюсь. Опускаем вниз. Тут есть пазы. Я их не вижу. Белая точка с белой точкой совмещается. Найди белую точку. Да, я это искать хотел. Белая точка с белой точкой. Вот так вот. Чик. И крутим. Опа. И слышишь щелчок. Значит, всё у вас получилось. Здесь есть вот вентилятор, в общем. Для того, чтобы он не взорвался у вас. И также можно его отключить, вентилятор. Но в этом случае светильник будет работать только на 50%. Ну, как бы. Ну, как бы. Да. Здесь вот есть резьба, чтобы вкрутить его куда-нибудь. На штативе. Это не тот канал, что тут про штативы рассказывать. Можно его вкрутить куда-нибудь. И снизу тоже есть такая. Можно с двух сторон вкрутить штыри и мочить всех этим светильником. Ну, или чего вы там хотите. А теперь перейдём к функции. Разберёмся с функционалом светильника. Перед нами кнопка включения. Сажали. У нас он кинул в меню, где показывает зарядку. Это процент яркости. Это скорость эффекта. А это, ну, сам эффект. Можно эффект поменять. У нас сейчас стоят проценты. Нажимаем на кнопку FN и меняется, в общем, вот. Можем поменять эффект, например, на вот такой вот. Следующий эффект. Это вот вспышка, в общем. Дальше. Это молния. Прикольный эффект. Можно много всех этих видосиков снять прикольных. С этим эффектом. И вообще со всеми этими эффектами. Это просто солнце. Тут всё стоит, что солнышко светит. Дальше лампочка. Телевизор там меняется. Ну, в общем, меняется свет, как будто ты смотришь телевизор. Как будто там картинки меняются. Вот. Он ярче стал, что-то темнее. Ну, короче. Это свечка. Меняется цвет. Ну, как будто температура колеблется. Это что-то костёр. Ой. Дальше идём. Это снежинка. Я не знаю, что это такое. Это салют. Наверное. Не знаю. Это тоже какой-то эффект. Он вообще затух. А это что-то суета какая-то. Сварка. Это сварка, да. Если вы снимаете ролики про сварщиков. Мощь не надо. Но это колор R плюс B. Это мигалка просто. Да. Это SOS. А это... А этот сигнал реагирует на звуки, на музыку. То, что я сейчас говорю, вот он реагирует. Можно включить музыку, чтобы все глохли. Видите, он реагирует. Супер. С эффектами мы закончили. Можно переходить к следующим функциям. Так. Мод. Мод. Енот. Нажимаем на мод. Ох. И мы перешли просто к основному свету. Здесь есть оттенки. То есть мы крутим. 20% здесь стоит яркость. Ее можно сделать 100, чтобы вы там все ослепли. 5-600 кельвинов. Это температура белого цвета. Ну, там. К более теплому, к более холодному. Вот так вот можно поменять. Сейчас накрутим. Вот видите, он становится холоднее. Вот он холодный. А вот так вот он будет становиться теплее. Пока не станет вот таким вот желтым. Мод. Мод. Выходит в синего. Такую голубизну. Сейчас он голубой. И потом он перейдет в синий. Фиолетовый. Вот. Такой вот. Очень красивый цвет. Кому-то такой больше всех нравится. Пишите в комментарии. Мне вот такой, наверное, больше всего нравится пока что. Потом он становится розовым. Ну. Потом, естественно, оранжевый, красный, желтый. И так по кругу. Дальше. Можно проценты. Но мы трогать не будем. Она сейчас обьется. И вот. Соответственно, насыщенность. Вот. Он. Теперь ненасыщенный. А вот так вот. Прям такой желтый. Сделаем 100%. Сейчас 1%. А сейчас будет 100. Вот разница. Соответственно. Сейчас мы раздвинем шторки. И вы увидите, как оно влияет. Вот так вот мы раздвигаем. И он становится шире. Ну, соответственно, вот так вот. Он становится более узкий. Вот такой вот можем сделать его. Узкий, маленький. Это там можно сделать, что там раздвигаются вот так шторки. Можно снять фильм. Сейчас покажу, как влияют шторки на цвет. Вот. Так вот он светит. Если мы сделаем, повернем вот так вот шторку, то он станет такой, как полоска. Можем сделать его поуже вот так вот, чтобы он так светил. Минус этого светильника, что если мы сделаем узко, вот, то вот видно полоски. Это очень плохо. Это, конечно, ну, ужас. Итак, приложение Godox Lite. Сейчас будем тестить. Мы в него заходим. Заходим вот сюда. Он подключается. Вот устройство у нас одно. Заходим в него. И тут сразу же даны нам эффекты. Вот можем включить. Ти-ви. И вот он, Ти-ви погнал. Тут вот регулировать можно всё. Также. Здесь вот есть. Это как раз белое то, что я рассказывал. Можно вот врубить. Теплее, холоднее. Ну, под себя, в общем, сделать. И цвета. Вот. Сделать можно любой цвет. Вот я вот сделаю свой любимый фиолетовый. Ну, вот такой примерно я люблю. Так. Это. Да. Могу менять настройки RGB. Итак. Здесь классный режим. Который считывает цвета. Мне понравился вот этот оранжевый. На него сейчас наведём. Нажимаем Capture. И он почему-то выбрал белый. Выбираем оранжевый. Вот. Вот такой вот цвет я выбрал. Прекрасная функция. Вот у меня носки есть. И вот давайте. Вот этот Capture тоже сделаем. Вот. Такой вот голубенький. В общем, давайте сейчас врубим какой-нибудь эффект. Например. Это я включил огонь. Это мигалка. Вот тут есть разные типы мигалок. Вот такая вот мигалка есть. Есть вот, ну, как бы, не то. И вот то. Вот так вот. Арашу можно включить. А можно включить синий просто. Чтобы он так мигал. Ну, или вот такой. Ну, в общем, тут много всего. Вот такое приложение есть. Итак. Подведем итоги по поводу светильника. Минусов у него мало. У него хорошая цена. Это от 13 тысяч примерно там до 15. Примерно такой бартер. У него красивый чехол. Я считаю так. И он достаточно легкий. Ну, в общем, плюсов у него очень много. Но есть также минусы. Минусы я не все помню. Но из того, что помню. Я когда на стенку светил. Когда вот так вот сводишь шторки. То там начинаются полоски. Ну, как бы, это не дело. И у него очень жесткий свет. То есть, если вы хотите освещать лицо. То нужно какой-то рассеиватель там. Можно на Алиэкспрессе есть. Я его обязательно куплю. А если не куплю. То потом куплю. И сделан на него обзор. Так что ждите, подписывайтесь. Ну, в общем, все будет. Вопросы от того, когда. И. Ну, вот я сейчас сижу. Я на него, ну, не могу смотреть. Мне плохо. И еще могу сказать, что. Годекс это хорошая фирма. У нас от нее есть. Много светильников. И нас все устраивает. Качество. Цена качества. Ну, все держится пока. Но все светит. Благодаря ним и выходят ролики. В том качестве, в котором они есть. Вот. Супер. Всем китайцам. Спасибо. Ну, а на этом наш супер информативный и серьезный ролик закончился. Всем пока. Я забыл про достоинство этого светильника. Когда на лицо светит белый свет, то у него очень хорошая цветопередача. Светопередача CRI 95%. Я уже заказал. У меня в пути идет новый светильник Amaran с крутой насадкой. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик и ждите. Потому что это эксклюзив. Нигде этого нету. Ну, а у меня все будет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok